ребята привет ну вот наконец-то у нас отхолодало и сегодня целый день нету солнца с утра был дождь ну вот мы опять на проспекте гидомена так я хочу вас всех пригласить пока не буду говорить куда но нам чуть-чуть нужно пройти а вы не хотите гейсбургер ребята мне вот очень понравилось это здание посмотрите шикарные балконы такие и я почему-то захотела гейсбургер это финская сеть ресторанов которые открыто в 1980 году и я решила туда зайти я не понимаю почему молодежь именно сходя с ума по этих ресторанах быстрого питания это здесь очень такой длинный коридор и очень-очень прохладно посмотрите сколько здесь места заказала я пипс-месе картошку эфрем и колу без сахара музыка играет вот здесь меню и самые дешевые это комплекты ребята чего-то меня тут так просто как заманил вот этот вот уголок я не знаю почему мне хочется почувствовать молодой попробовать вот эту вот еду которую так покупает молодежь играет музыка но вот на таком подносики кола без без сахара так чесночный соус такие куриные котлетки и картошечка крем все это теплое такое ну все это конечно же упаковано и дети наверное очень любят и тут реклама на завтраках вот можно купить но комплекты когда покупаешь комплект он дешевле стоит ну будем пробовать такая картошечка все это так завернуто и вот так берешь макаешь вот чесночный соус ну кушаешь картошка так картошка ну и такие куриные ямы такие как запеченные кусочки сейчас его попробую вааа все как я люблю ой все такое нежное вкусное и самое главное такие небольшая порция кола здесь бесподобно вкусная с пузыряками прокладная без сахара и что я хочу сказать здесь понимаете можно конечно же купить в кафе хорошую котлету с картошкой с гарниром но здесь просто такой вот такой все такое деликатная картошечка вот эти маленькие куриные котлетки сочные вот это все такое знаете вот теперь я понимаю почему молодежь сходит с ума по вот таким вот рестораном ну и конечно же ресторан что-то рекламирует это завтраке завтраки до 12 часов конечно же они наверное дешевле вот такие вот картофельные блины вау сейчас я вам покажу дракона там вот видите их два кажется а вот тут вот вильнюсский маленький театр но чего только вильнюса не найдешь и я в интервете слышала что это самое дешевое кафе где можно недорого покушать мы не будем туда заходить потому что мы только что вышли из ресторана гэсбургера и я все думала где же находится это кафе вот оно все как-то спокойно лавочки холодник 350 суп с огурцов евро 50 нормально цепелины с мясом ребята я не верю 470 смотрите так потом цепелины с творогом тоже 470 и какой-то куриный гуляш 470 так какие-то мучные блины 470 кофе 2 компот евро пельмени и нормальные цены так выходим вы знаете у меня еще такая появилась одна слабость таким старым старым тяжелым дверям или воротам вот кстати здесь макдональдс на углу можно зайти вот в это кафе когда-нибудь мы обязательно туда сходим вот тут не очень видно так какой-то рыцарь на коне побеждает дракона и это все на крыше здания и вот макдональдс и вот макдональдс часы здесь вот на вынос еда знаете никогда не было никогда не было в этом макдональдсе даже когда он открылся здесь стояли такие очереди да и сейчас тоже вон полно людей хватает но никогда не было не знаю один раз как-то не макдональдс а что-то такое похожее было и мне не понравилось как по мне то лучшие котлеты по-киевски за 10 евро вот здесь книжный он так и остался вот макдональдс проспект гедемина 15 кто-то говорил кажется что здесь гостиница так да вот пожалуйста 15 авеню отель а давайте зайдем посмотрим поищем этот отель какой-то парень мне писал что ему очень понравилось здесь и он всегда кушал в макдональдсе где же этот отель смотрите какие стоят кондиционеры макдональдс и кто бы мог подумать кто мог догадаться что гостиница именно находится в этом месте вообще какое-то здание вот это вот я не понимаю ну закрыто все какой-то детский отдых называется не поняла и там скорее всего какая-то нотариальная контура а вот тут смотрите сюда кондиционеры в этой гостинице всюду висят особенно вот эти макдональдс с макдональдс вы представляете какие здесь запахи открываешь окно а тут такая запах жареной картошки фри или запах жареных каких-то куриных котлеток ну и тут кондиционеры ууу а запах какой стоит так вот так что тут какие-то керамические так а здесь какой-то так здесь нижний магазин и сувениры с керамики а давайте зайдем посмотрим мне это тоже такая слабость я очень люблю такую керамику ангелочки 39,90 ну вот этого вот вот этого такого 34 евро вот этого дурашливого я бы купила в свою коллекцию в каждом ангелу у тебя должна лежать душа если ты равнодушно смотришь а вот уже вильнюсский ангел здесь написано на листочке что я свой и я не ну как меня не продают ну конечно кто тебя будет продавать ты же талисман такие маленькие домики 16 евро какие красивые вещи это сюда вовнутрь вставляется свечка вот здесь тоже разные ангели есть то есть здесь можно купить не только хорошую книгу но и выбрать что-нибудь из керамики что-то выберешь различные носочки с интересными такими рисунками и вот такая большая терраса здесь раньше была блинная и я когда собиралась все сходить в эту блинную и так не собралась и вот сейчас открылся ресторан Катпидели и я хочу показать какие здесь декорации вот тут вот витрина была не знаю она сейчас пылится что тут будет я тоже не знаю но я хочу сказать что вильнюсе вильнюсе вообще большое значение придают декорациям зданий и оно привлекает внимание посетителей посмотрите вот такие вот корзины с подсолнухами с яблоками яблоки на рыжевые с клубникой посмотрите из-за террасы не видно потому что ну как бы заслоняет терраса а так вот и наверное эти декорации будут меняться зимой красотища какая как-то распогодилась посмотрите как красиво ярко так такие ярко-желтые подсолнухи интересная задумка допустим хорошо сейчас как все как оно такое что Продолжение следует...